На портал Эдзигет поступил вопрос. Если Господь знает, что злые духи никогда не покаятся, почему попускает им так жестоко влиять на людей? Ну, конечно, если бы Господь распялся и дал бы таинство, распялся бы за падших ангелов, и у Него была бы цель спасения ангелов, то, наверное, у них была бы такая возможность покаяния, но мы знаем, что у них нет такой возможности, и они злые духи. Но то, что у нас возникает духовная борьба на почве того, что Господь попускает нам вот это противостояние злыми духами, это всё на почве того, что здесь, на земле, мы обретаем с помощью Божьей и тех духовных навыков именно ангельскую жизнь. То есть мы все с вами после загробной жизни готовимся к не отдельной жизни на отдельной планете с отдельным каким-то там руководством, а мы готовимся все к ангелам, то есть мы все превратимся в ангелов. Потому что если мы здесь не научимся противостоять злу, искушениям, то есть не определимся в своём назначении духовной жизни, то будем ли мы полезны Господу после своей загробной жизни. И вот потому мы здесь уже сталкиваемся с искушениями, которые Господь попускает именно этим злым духом нам как бы над нами воздействовать. Святые отцы, те, которые умели противостоять этим искушениям, они нам в помощь, потому что мы читаем их жития, мы читаем их аскетические книги, опыт духовной жизни, мы учимся противостоять вот этому злу, искушениям, наветым, вражеским. И как бы вот те, кто хочет достичь ангельской жизни, вот христиане как раз этим и занимаются. Не какой-то культурологии, то есть создавая культурный образ жизни христианского общества, а мы как раз и призваны заниматься аскетикой. Аскетикой, именно борьбой с дьяволом и с теми падшими ангелами, которые действительно противостоят нашему с вами спасению. Если мы не будем этого осознавать, если мы не будем придавать значение вот этой борьбе, а просто будем о себе думать как о каких-то очень хороших людях, с хорошими навыками, будем думать, что мы всё делаем правильно, то мы будем похожим на того богатого торговца, который стоял, бил себя в грудь и говорил, что «Господи, ну я же сделаю всё правильно, десятину даю, в храм хожу, а вот мытарь, он ничего не даёт». А вот мытарь делал наоборот. Он бил грудь и думал о своём недостоинстве. Потому как бы вот ошибка уже ни одного поколения верующих людей и тех самых фарисеев, саддукьев, которые Христос при своей жизни осуждал за ихнюю церковную жизнь. Они же тоже считали себя церковными служителями, которые живут по закону. И вот когда христианство, христиане сходятся на образ законодательного образа жизни христианского, забывают о самом главном – о том, что мы призваны здесь бороться с дьяволом и с его слугами. Это основной смысл нашей духовной жизни. И хотим мы этого, не хотим. Враг, зная это, он постоянно противодействует нашему спасению. И мы должны учиться духовной чистоте, подобно ангельской чистоте, для того, чтобы Господь, войдя в наше сердце, поселился там и под воздействием благодати Святаго Духа, как говорил Серафим Саровский, что основная цель человека – это стяжание Духа Святаго. И вот мы к этой стяжании Духа Святаго, очищение своей ума, совести и сердца, должны стремиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...